Перед началом этого видео хочу вам сказать, что скоро на Алиэкспрессе будет крутая акция. Будет много смартфонов по хорошим ценам. У нас есть группа Telegram, где мы будем постить флеш-новости, информацию об этом. Так что подписывайтесь, потому что те же Xiaomi, я думаю, будут распродавать по очень хорошим ценам. Вот он, настоящий Xiaomi. Я дождался этого момента, потому что долго уже, на самом деле, не было классного гаджета. Минимальная цена, супертоповое железо и, самое главное, есть те фишки, которые присущи любому смартфону Xiaomi. Все же, в последнее время компания Xiaomi, ну, немного обнаглела, завышает цены. Их последние смартфоны я уже забыл, какой смартфон я хвалил. Здесь оказалось, что вообще, на самом деле, мы не прогадали, потому что мы очень хотели взять именно этот смартфон на Dimensity 820 на обзор. Мы его купили из Китая, и вот он у нас, и сегодня вы увидите о нем полностью всю информацию. Но хочу вам сразу сказать, что мы будем отдельное видео выпускать про процессоры, но об этом чуток позже. И все же, линейка Redmi Note 9 не самая лучшая у нас в этом году. И вот все это подбило компанию Xiaomi, наконец-то, выпустить очень интересный смартфон. Кстати, мы выпускали совершенно недавно видео по поводу конвейера и то, что много смартфонов выпускается. И вот основная цель была и мысль донести вам, что проскакивают в этом сом-конвейере гаджеты, которые убивают всех на повал, и которые однозначно можно рекомендовать и говорить, что это топчик за свои деньги. Ладно, переходим к обзору этого самого, кстати, самый дешевый смартфон с 5G. Коробка у нас здесь с большой надписью Redmi 10X, чтобы вы помнили, какой вы смартфон покупаете. В принципе, как и на чехле OnePlus, помните это? Но далее комплектация. Чехол без заглушки под Type-C, который здесь есть. Блок питания у нас на 22,5 Вт и на экране, друзья, нет пленки. Мода на пленки прослеживалась в последних модельных компаний Xiaomi, потому что все другие производители нам предоставляют, но здесь ее нет. Так что учтите этот факт, если вы будете покупать смартфон, пленочку обязательно нужно иметь. Ну, а лефопка, ну, средняя. Далее внешний вид. Матовая задняя крышечка. Ух, мне это нравится. Мы, кстати, взяли золотой цвет, потому что он выглядит свежо и легче его снимать. И вот по поводу матовости, это очень классно, что сейчас производители начали даже это в бюджетки вставить. Это смотрится красиво и по-богатому. Блок камеры хоть с одной стороны и похож на Redmi Note 9S, но вместо одной бесполезной камеры поставили вспышку. Ну и не стали делать этот черный отступ ниже блока камеры. По разъемам на корпусе тоже все отлично. Есть джек, есть инфокрасный порт, ну и сам блок камеры выпирает меньше, чем на младших Redmi. Он расположен ниже, как и боковые кнопки, за что большое спасибо. Кнопка питания, кстати, выглядела красным цветом, как старые Huawei P линейки. Но слот для сим-карты гибридный. Либо две сим-карты, либо одна сим-карта памяти. Да и корпус не скажу, что большой, несмотря на свои размеры. Но единственное смущает, вес этого смартфона 205 грамм. Достаточно много. И я еще, кстати, не сказал, что у нас окантовка здесь, она из пластика. А сзади, друзья, стекло. Слава богу, потому что компания Realme, к сожалению, за эти деньги зачастую предлагает нам именно пластик. Здесь стекло. Топчик. Далее экран. AMOLED матрица. Да, друзья, AMOLED матрица. 6,57 дюймов. Их, к сожалению, здесь нет 60 герц. И за это я хочу немного покорректировать компанию Xiaomi. Потому что, когда ты пользуешься смартфоном, ты вот замечаешь некие подлагивания. Знаете почему? Потому что я сейчас пользуюсь Realme 6 Pro, а там 90 герц. И плавности однозначно здесь не хватает. Но если вы раньше не пользовались большой герцовкой, то, в принципе, разницу не будете замечать. Но, геймеры, возрадуйтесь. Здесь очень классный отклик сенсора, что является хорошей новостью, опять-таки, для тех, кто любит поиграть. Ну и максимальная яркость отличная. 600 нит. На солнце видно абсолютно все. Ну и сканер в экране работает без сбоев. Хотя он немного медленный. Работа автояркости почему-то тоже меня устраивает. И, знаете, если говорить вообще про саму AMOLED-матрицу, которая здесь установлена, с одной стороны, можно, как бы, опять-таки, сказать, ну почему нет 90 герц? Но калибровка и вообще яркость дисплея меня удивила за эти деньги. Компания Xiaomi, как я понимаю, они пошли на уступки меньшей герцовки, но при этом хороший дисплей. По поводу автояркости мы, кстати, будем, скорее всего, высказывать всю точку зрения, потому что будем пользоваться этим смартфоном у нас на лайв-канале. Там мы сливаем всякие инсайды и рассказываем опыт использования. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Но в дисплее, друзья, знаете, что меня смущает? Нет, не эта капля, которая, кстати, экстрамодна, но, друзья, она здесь маленькая и малозаметна. Меня смущает закругление экрана. Оно что-то, знаете, напоминает Pocophone первого поколения. Закругление экрана не соответствует корпусу. Да и сама шторка, видите, она впритык к краям, и это смотрится очень некрасиво. Но из-за AMOLED-дисплея, друзья, у нас здесь есть Always-On-дисплей, есть индикатор уведомлений. И что самое главное, у нас здесь Vibra перекочевала с Redmi Note 9 серии. Это очень нравится, потому что тактильное ощущение от смартфона дешевого, ты не ожидаешь чего-то особенного. А здесь Vibra хорошая, как для этой цены, я сказал бы, даже просто отличная. Кстати, будет очень вообще интересно сравнить этот смартфон с его конкурентами, ценовыми конкурентами. И если вы хотите знать актуальные цены на этот смартфон, обязательно заходите на сайт синтетики, где есть актуальные цены как в Китае, так и в местных магазинах. Но, друзья, самая главная вещь в этом смартфоне, это, значит, на Dimensity 820. По этой причине мы вообще обратили внимание на этот смартфон, и, кстати, не ожидали, что у него будет баланс также по другим характеристикам. Друзья, Dimensity – это просто сверхжижный процессор от MTK, потому что здесь стоит 4 ядра Cortex-A76 с частотой 2,6, и 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2 Гц. И, вы понимаете, он, по сути говоря, мощнее, чем 765 Snapdragon. Он спокойно может дотягивать до флагманских процессоров 2019 года. Кстати, на презентации компания Xiaomi показывала, что он бьет 985 Kirin. Это флагманский процессор прошлого года от компании Huawei. Но мы проводили тесты, друзья, и что ж вам сказать? Вот вам самая производительная сейчас игрушка Shadowgun Legends, и с отслеживанием FPS мы все это проверяли. И, друзья, мы видим, что при ультра-настройках в среднем 52 FPS с просадками до 45. Но играть комфортно, и нагрев при таких условиях, мы тестили это в помещении, при температуре за бортом 28 градусов у нас 42 градуса на корпусе и 43 градуса на экране. К слову, так как процессоры новые, большинство игр не дадут вам поставить графику выше, чем минимальные настройки. Для этого все же требуется время. Мы, ясно, где его провели троттлинг-тест, но, друзья, мы хотим это оставить на другое видео, еще больше протестировать этот процессор, чтобы его сравнить с тем же 765-ым, и увидеть, на самом деле, МТК в этом году реально рвет Snapdragon. Но сейчас я вам хочу показать тест памяти. Здесь и хоть UFS 2.1, но, друзья, память Right Turbo, а это говорит о том, что она шикарная и показывает, по сути говоря, результат 3.0. По программному обеспечению особо ничего не хочется говорить, потому что это только старт продаж, да и старт продаж в Китае. Кстати, на презентации компания Xiaomi говорила, что здесь будет MIUI 12. Как вы понимаете, здесь ее нет, потому что за компанией Xiaomi это прослеживается. Они на дно говорят на презентации, а потом где-то через несколько месяцев в прошивочке мы, возможно, получим MIUI 12. Кстати, беточки даже здесь нету. Как так, не знаю. Но давайте переходим к камерам. И здесь у нас, к сожалению, старенький GM2, 12 мегапикселей с интерполяцией на 48, ну и ширик на 8 мегапикселей, и заглушка под камеру на 2 мегапикселя. Кстати, для любителей Gcam здесь у нас Level 3, и спасибо нашему подписчику, который помог обуздать этого зверя. Так, первая фотография, дневное фото с контровым светом. Здесь Realme, мы его здесь сравниваем, сделал картинку темной, что в целом правится добавлением яркости на постобработке. Но Redmi сделал картинку более красивой. Достаточно неплохо отработал с солнцем, и у всех плюс-минус одинаковый результат по детализации. Второе фото сумерки, и сразу же без кропа заметна разница в работе с балансом белого. Redmi Note 9S сделал самую холодную картинку. Realme оставил настоящие цвета неба и белый цвет здания. 10X же все сделал серым. Делаем кроп, и здесь, друзья, превосходство новинки от компании Xiaomi. Нет пересвета от витрины, лучшая среди всех детализация и меньше всего шумов. Пока результат очень хороший. Но идем дальше, к ночному снимку, и здесь мы опять видим разницу в балансе белого. Redmi Note 9S сделал машину синий и не дотянул темные участки, а источник света желтым. Realme отработал примерно так же, но вытянул больше деталей в темных участках. А вот Redmi 10X просто красавчик. Машина естественного серого цвета, видны лепестки на полу, но источник света у него оранжевый. Думаю, такую мелочь можно будет поправить в ПО. И если вас еще не удивили фото возможности 10X, то вот вам Google камера. Сумерки, и тут просто разрыв. Источники света лучше прорисованы. Детализация что на авто, что на свате лучше. Да и если взять ночной режим, то здесь ситуация ровно такая же. Google камп показывает результат флагманов. Да, мать его, результат флагманов у меня просто бомбит, потому что это вот, знаете, некий наследник Redmi Note 7. Помните этот гаджет? Съемка. Это Full HD 60 кадров в секунду. Для того, чтобы вы увидели, как работает стаб. Если делать бюджетный смартфон, потому 4К никакой. Так, фокус, автофокус. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, вот, только сейчас здесь все наработано. Но Google камера может все это дело спасти. 4К, 30 кадров в секунду. Обратите внимание, автофокус работает гораздо лучше. Очень часто замечается, также и звук может по-разному писаться. Ну, стаба, ясно дела, здесь нет. Давайте еще раз фокусировка. Вот сложный элемент, потому что он... Нет, нет, ну блин, это бюджетный смартфон, что же вы хотите. Ну, и пару нюансов по видео. Можно, кстати, теперь добавлять теги. Если вы что-то заметили и обратили внимание на что-то, потом в поиске это вам поможет. Ну, и, к сожалению, в 4К нет возможности перехода между шириком и основной камерой. Хотя это бюджетный смартфон. Но я надеюсь, что скоро это кто-то завезет. Переходим к автономности. И здесь, друзья, 7 нанометров в Dimensity 820 показывает, что нам не нужны 5500, 4520 полностью хватает, чтобы показать очень хороший результат. По тестам у нас вышло 7% за полчаса игры и 5% за полчаса Ютуба. Амолед, экран и эти же, опять-таки, 7 нанометров все же решают. И показывают даже на старте продаж в этом смартфоне хорошую автономность. Заряжается смартфон не супер быстро, потому что сейчас компания BBK рвет всех на этом рынке. Здесь только 45% за полчаса. Ну, в принципе, будет многим хватать. А вот, друзья, по поводу звука. Мультимедийный динамик. Блин, извините меня, но это, наверное, самый плохой мультимедийный динамик за последнее время наших тестов. Реально тот же Realme C3, очень бюджетный смартфон. Вот где-то плюс-минус такой же внешний мультимедийный динамик. Здесь все очень плохо с этим. И если вы досмотрели до итога, то, друзья, если вы хотите уже сейчас побежать прямо покупать этот смартфон, люди с России, пожалуйста, остановитесь. Потому что вам нужно знать о том, что здесь нету поддержки BN20. Здесь 5 и 7 есть, но и также, к сожалению, для большинства нет NFC. Да, конкуренты предлагают лучше, но, вы знаете, если посмотреть на все характеристики этого смартфона, это вот тот легендарный Xiaomi, о котором я сказал в самом начале. Топовое железо, низкая цена, баланс всех характеристик. Да и, блин, Google камера классно проработана уже на данный момент. Большое спасибо, опять-таки, нашему подписчику. И вы видите, что этот смартфон, ну, слушайте, это тот же Honor 9X на Kirin 810. Помните, который вообще продавался даже за 150 долларов. Но здесь у нас, друзья, смартфон от компании Xiaomi, всеми любимая MIUI. И здесь Dimensity 820, который просто нас сейчас удивляет. И самое главное, есть баланс всех комплектующих, которые здесь есть. И несмотря на то, что в последнее время я хейчу Xiaomi из-за того, что они реально зажались, этот смартфон оказался просто мега жирным. Компания Xiaomi, спасибо тебе за это.